всем привет меня зовут александр владимиров эта школа logic pro help и сейчас мы поговорим с вами о том как создаются мелодии и о такой замечательной техники 1213 в чем она заключается и почему она такая полезная крутая классная давайте прослушаем вот эту вот мелодию и я расскажу как здесь применяется техника 1213 вполне возможно вы уже догадались что эта мелодия из трека кельвина харриса my way и это один из многочисленных примеров того как в очень-очень популярных мелодиях очень популярных треках применяется эта самая техника я мог бы растянуть это видео на целый час для того чтобы показать вам еще больше примеров но я думаю что это будет уже ваш скорее такое домашнее задание давайте разбирать что значит техника 1213 давайте постараемся разбить вот всю эту мелодию на четыре части но собственно вся мелодия длится у нас четыре такта вот эта первая часть вторая третья и соответственно четвертая если мы посмотрим то вот эта часть это первая часть все здесь все предельно ясно это вторая часть здесь тоже все ясно а вот эта часть по идее должна быть третья она скажем так по счету идет 3 но по факту это повторение того же самого что у нас уже здесь было то есть если мы возьмем вот эту вот часть и сдвинем ее сюда то мы увидим что они полностью идентичны они полностью друг с другом совпадают то есть мы говорим это первая часть это вторая часть и снова идет первая часть а вот эта часть она уже несколько отличается от того что мы вот здесь вот видим то есть у нас идет техника 1213 если не сильно понятно давайте покажу более детально более наглядно если мы возьмем разрежем нашу мелодию на четыре равные части вот здесь вот сделаем это то как раз вот это вот у нас получится первая часть вот это у нас получится вторая часть затем у нас идет снова часть номер один потому что вот эти вот части они абсолютно одинаковые видите вот это вот с этой и дальше у нас идет уже третья часть которые друг от друга там немного отличаются вот это и вот это все на выходе мы получаем вот такую вот мелодию техника 1 2 1 3 на практике это работает очень легко и просто то есть когда вы создаете мелодию смотрите вам не нужно придумывать очень длинную мелодию вы можете взять мелодию например длительностью ну всего-навсего например на два такта давайте возьмем вот этот пример то есть у нас есть четыре аккорда и мы дальше берем копируем то что у нас уже есть то есть мы не придумываем здесь какие-то новые аккорды ставим здесь что-то совершенно другое нет это будет слишком сложно и скорее всего слушателю не сильно это понравится мы берем копируем то что у нас уже есть и что-то незначительно меняем в частности кельвин харрис сделал так он подумал нужно вот здесь вот что-то поменять а я сделаю вообще вот так он удалил этот аккорд а вот этот аккорд поставил так вот сюда вуаля то есть фактически он даже вообще здесь ничего нового это не придумал он взял то же самое что и было и подставил вот таким вот образом давайте послушаем это очень круто работает разумеется разумеется мы могли бы например сделать эту технику немного более усложненный например мы могли бы взять скопировать то что у нас здесь есть давайте вот продемонстрирую как вариант то есть мы могли бы например взять скопировать то что у нас здесь есть и скажем поменять что-то вот тут вот Ну, в принципе, почему нет? Мы могли бы заменить вот этот аккорд на какой-то другой. Я думаю, что здесь тоже понятно, что так можно делать, то есть мы взяли бы здесь, поставили какой-то другой аккорд, у нас получилась бы техника там, условно говоря, 1-2 и потом 3-2, то есть у нас вот эти вот части, вторые, они бы полностью были идентичны, а вот эти отличались, то есть 1-2-3-2. Ну, возможно, я вас сейчас немного тоже так запутал, но я думаю, что идея здесь ясна, то есть основная ключевая фишка этой техники заключается в том, что мы создаем несложную, но очень такую классную цепляющую мелодию, и вместо того, чтобы городить огород и придумывать что-то новое, мы берем, копируем то же самое и немного что-то меняем. Можем поменять в конце, можем поменять вот здесь. Еще одна вариация, которая частенько встречается, это техника 1-2, вернее, даже 1-1-2, вот так вот я ее называю. Давайте прослушаем еще один такой трек, Mid-Gent, тоже очень популярный, только нужно помедленнее немного. Я думаю, что вы уже догадываетесь, как здесь все устроено. Вот эта вот часть и вот это, они абсолютно идентичны, и вот это абсолютно идентичны. То есть у нас трижды повторяется одно и то же, и только в конце что-то меняется. Опять же, если провести вот эту аналогию, то у нас получается следующая история, что у нас вот эти вот, значит, два, даже три, ну здесь у нас они посчитались как, давайте вот так вот сделаем, то есть они у нас, это все единичка, а это у нас вторая какая-то вариация. Все супер. Вы можете, конечно, сказать, Саш, ну здесь же вот я что-то смотрю, тут нижние ноты-то они отличаются, но на самом деле, если вы посмотрите, это одна и та же нота, она просто сделана на октаву выше или на октаву ниже. Ну то есть это минимальные отличия, которыми мы можем пренебречь. Вот так вот становится абсолютно понятно, вот видите, 1-1-1-2. Соответственно, как я уже сказал, можно делать всякие разные вариации и вы можете это все дело комбинировать. Вариантов много, но то, что я показал, это то, что чаще всего используется, в том числе в топовых популярных треках, так что при создании электронно-танцевальной музыки, при создании поп-музыки, я крайне рекомендую это все делать. Ну что ж, на этом все. Напомню, с вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Health. Жду вас в своих курсах и в новых видео. До новых встреч!